Давление света Максвелл на основе электромагнитной теории света предсказал, что свет должен оказывать давление на препятствие. Измерил давление света Петр Николаевич Лебедев, русский физик, который впервые измерил давление света на твердые тела и газы. Эти работы Лебедева количественно подтвердили теорию Максвелла. Стремясь найти новые экспериментальные доказательства электромагнитной теории света, Лебедев получил электромагнитные волны миллиметровой длины и исследовал все их свойства. Петр Лебедев создал первую в России физическую школу. Его учениками являются многие выдающиеся физики. Имя Лебедева носит физический институт Академии наук. Появление квантовой теории света позволило более просто объяснить причину светового давления. Фотоны, подобные частицам вещества, имеющим массу покоя, обладают импульсом. При поглощении их телом они передают ему свой импульс. Согласно закону сохранения импульса, импульс тела равен импульсу поглощенных фотонов. Поэтому покоящееся тело приходит в движение. Изменение импульса тела означает, согласно второму закону Ньютона, что на тело действует сила. Хотя световое давление очень мало в обычных условиях, его действие, тем не менее, может оказаться существенным. Внутри звезд при температуре в несколько десятков миллионов Кельвин давление электромагнитного излучения должно достигать громадного значения. Силы светового давления наряду с гравитационными силами играют существенную роль во внутризвездных процессах. Продолжение следует...